К нашему эфиру присоединяется Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова. Здравствуйте, Валерий, очень рада вас видеть. Да, добрый вечер. А как вы оцениваете, насколько уже глубок авиакризис в Российской Федерации военной авиации в первую очередь, и когда, наконец-то, он уже будет существенно отражаться на их возможности вести боевые действия в небе над Украиной? Я не столь оптимистичен, возможно, что более информирован. Вы же видите, что тактическая авиация пока еще злодействует над нашей передовой. Стратегическую авиацию мы тоже пока не можем достать. Так, то, что с производством, да, там, возможно, успехи у них невысокие, самолетов, но производство, максимум производства у них был в 2022 году. После этого каждый год примерно на 10-12% количество произведенных самолетов падало, а количество самолетов Су-25 и Су-24, новых самолетов падало, да, новых конструкций, а старые Су-25 и Су-24, которые очень активную роль в войне играют, да, они вообще не производятся, они давно сняты с производства. То есть, в целом, российская авиация как бы модернизируется, потери более чем наполовину восполнены по тактической авиации. Стратегическая авиация, она фактически потеряла 2 Ту-22, вторых, ну и это неощутимые потери при общем количестве самолетов стратегической авиации, да, вот. То есть, сила сохранилась у россиян, да, и этим нужно озаботиться, да, нашим дронам, вот, потому что Запад не дает нам оружие для эффективного поражения российских аэродромов, даже там, где мы можем их достать, там, Рязань, Дягилева, значит, вот, все такие аэродромы, там, вот, где, в принципе, при большом желании можно было бы, там, один-два самолета, в общем-то, ну, скажем так, либо полностью уничтожить, либо на длительное время вывести из строя. Вот, это по, скажем так, по тактической авиации. По авиастроению, я уже сказал, выпуск самолетов падает, по Ил-76, ну, скажем так, наши Ил-76 не новее российских, вот. А выпуск все-таки Ил-76-90А все-таки они перенесли из Ташкента, перенесли в Ульяновск, и худо-бедно пять самолетов в год выпускают. Вот, то, что выпускают вот с такими запчастями, ну, тут из песни слов не выкинешь, да? В России это, как бы, ну, правило, скорее, да? Подешевле купить, запихнуть любым способом на изделие, вот. И разницу в стоимости, скажем, нормальной, скажем так, нормальной запчасти и контрафактной положить в карман. Ну, это беда российской авиации. У них, ну, скажем так, в 22-м году, за сколько там получается, 10 месяцев боевых действий, у них 10 самолетов разбито в тылу. 10 боевых самолетов. Ну, вот. То есть, то, что контрафакт используется активно и всеми производителями, ну, тут, как говорится, не нужно и спрашивать, и ясновидцам. Ну, пока они сами себе разрушают, доставляют проблемы в авиации, в тылу помогать уже более активно, начали и вооруженные силы Украины. Я о дроновой охоте на российские аэродромы. Две атаки, такие крупные, за последние две недели. Из приятного еще сегодня в Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту Кавказ. Как вы оцениваете первые результаты вот этой новой волны вооруженных, украинских дронов на территорию Российской Федерации? Ну, удары по российским аэродромам я всегда считал, что они эффективны, не необходимы. Россияне обеспечивают свое наступление двумя факторами. Первое – это кабы, да, сбрасываемые с самолетов Су-34, которые, собственно, разрушают нашу оборону. А после этого мясо туда бежит, да? Ну, мясо у нас, по мясу стреляют все виды оружия. У нас более дальнобойная артиллерия. Сейчас по российским стонам на военных пабликах получается, что у нас артиллерия более дальнобойная, и ее даже потихоньку становится больше. Из-за того, что очень много поражается российских систем. Все-таки у нас калибр побольше. Американские системы, и мы в бонусе имеем от 5 до 15 километров по дальности поражение артиллерии. То есть мы свою артиллерию можем в случае необходимости вывести за зону поражения российской. Вот. И бить совершенно безнаказанно. Ну, вот единственное, что если прикрыть позиции артиллерии от российских ланцетов. Вот. Это тоже непростой момент. А в целом, ну, положительно то, что у нас, что наши беспилотники бьют по аэродромам. Единственное, что нам нужны еще ракеты, которые могли бы выводить аэродром из строя, ну, путем выведения, путем поражения взлетно-посадочной полосы. Но там нужно проникающие боеприпасы, либо хорошие кассетники, которые бы, значит, разрядился по полосе и сделал там поперек полосы, ну, по центру полосы. Валерий, а на что у вас больше надежд? На размытие красных линий нашими западными партнерами или на собственные ракетные программы Украины? Собственных ракетных программ Украины не хватит для поражения, ну, скажем так, полдюжины основных российских аэродромов. Ну, таких как, откуда действуют носители каббов, да? Это тот самый Воронежский аэродром, вот, и Морозовск, да? Ну, и аналогичные подобные аэродромы сейчас есть и в Крыму. Там переброшены части с Дальнего Востока, там, с других военных округов, да? Но там по эскадриле сидит, там меньше. Вот, а на Балтиморе, в Воронеже и в Морозовске, вообще Морозовский полк самый многочисленный в российских ВВС. Там три эскадрильи самолетом. Вот, в Балтиморе две эскадрильи. В остальных, остальные части перекинули сюда по одной эскадрильи. В Уорусиан всего там четыре бомбардировочных полка. Ну, еще один есть там отдельная эскадрилья, да? Вот. Так те два полка перебросили сюда по одной эскадрильи. Вот. Но она пополняется. Она по принципу ротации работает. Там отработали, какое-то время ушли. Вот. Вот, приходят новые. Вот. Поэтому аэродромы... Ну, и обязательно нужно бить по аэродромам штурмовиков. Потому что... Ну, и вертолетным, да. Но по вертолетным там хорошо работают кассетники. У нас первый атакс мы получили как раз с кассетными боеголовками. И, кстати, скальпы. Это французский вариант «Штормшедо». Они тоже с кассетными боеголовками. Для вертолетов это достаточно. А по аэродромам, ну, скажем, тут желательно ударом выводить самолет так, чтобы его нужно было скребками потом соскребать и метелкой сметать с аэродрома. А не просто сделать в нем там два десятка дырок. Ну, у нас проблемы дефицит не только ракет в большой дальности. Вот главком ЗСУ Сырский отмечает, что силы обороны Украины испытывают тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Это чем нам грозит? И чем мы можем этот дефицит перекрыть на сегодняшний день? Польскими ракетами, скажем так, поляки выпускают достаточное число достаточно дешевых, хороших зенитных ракет. Французы поставляют нам «Мистраль» ракеты. Шведы поставляют нам «РБС-70», которые, кстати, по подозрениям многих, как раз и причастны к посадке, как говорится, глубоко в землю российского Су-25 сегодня, 110-й бригады. То есть, ну, нет стингеров. Понимаете, какой фокус со стингером? Со времен Афганистана его цена возросла 8 раз. Тогда, когда его поставляли маджахедам, он не стоил и 100 тысяч долларов. Сейчас, говорят, 800 тысяч. Почему? Россияне поставили очень эффективные системы защиты, ну, бортовые комплексы обороны, вот эти «Витебские», на свои вертолеты и на свои штурмовики. Да, только там стоит «Витебск». И «Витекс» отводит большинство ракет от борта, то есть он не дает поразить борт. Там система защиты достаточно эффективна. А новые вот эти вот стингеры, они уже, их уже не отведешь тепловыми ловушками. Там новые, на новых принципах, ну, скажем, система самонаведения ракеты, да, она работает только по тепловому двигателю с анализом его спектра. И уже на тепловую ловушку, которую отстреливают десятками, ну, все видели красивые картинки, как будто фейерверк разлетается от самолета или вертолет. Это тепловые ловушки. Так вот, новые стингеры уже на это не поведутся. И, в общем-то, в последнее время заметно, что если уже осуществляется пуск, то россиянам не удается отвертеться от поражения. Старстреки. Что они нам дадут? Появилась информация о том, что вооруженные силы Великобритании обучают украинских новобранцев в работе с этим переносным ракетным комплексом. А ему вообще нельзя поставить, значит, какую-либо париж-коду, ну, как это, препятствие. Препятствие. Он лазерного наведения, Старстрек. Понимаете, он не наводится по тепловому следу. Там просто, значит, лазерная система, наводчик наводит на вертолет и поставит систему на сопровождение. После этого осуществляется пуск, и ракета идет по лазерному лучу, как трамвай по рельсам. Вот. И стреляет, и отстреливая радиолокационные ловушки, отстреливая тепловые ловушки, ракета цель найдет. Вот. Так что, ну, нету стингеров, знаете, нету гербовой, пишут на обычной. А дальность этих Старстреков? У всех дальность не превышает четырех километров. Хоть Старстрек, хоть польская ракета, хоть наши стрела 10, хоть российские. По низколетящим целям, да, это будет прекрасная вам подмога. По низколетящим целям, да, по боевым вертолетам, по штурмовикам. Естественно, носитель КАБов, он, в общем-то, большой микроскоп не видит эти ракеты. Ох, да. Ну, будем надеяться, что будем их ждать не так, как F-16 ждем. Да, но и, как говорится, с этими-то, с низколетящими тоже нужно активно бороться. Кроме того, по крылатым ракетам, это тоже, по шахедам, это тоже, ну, по шахедам говорят, дорого, но, извините, когда он летит на тепловую электростанцию, что дороже? Объект защищаем. А цена жизни? Ну, цена жизни, сами понимаете. Здесь, да, о дороговизне, о дороговизне говорить как-то даже, наверное, и кощунственно. Войну, когда любой генерал распоряжается тысячами жизней, он это понимает, если он будет думать о жизни каждого солдата, да, его задача минимизировать потери, все. Максимально минимизировать потери. Да. А цена жизни во время войны, она, понимаете, сколько? Ну, разница только в отношении сторон от войны, да, к жизням своих граждан и своих военных. Если у Украины дорожит, у Украины главная задача сохранения максимального количества жизней своих военных, то Российская Федерация бросает в это горнило войны, не задумываясь сотни и сотни тысяч. Спасибо огромное. Во-первых, наших, да, наших хорошо учат. Во-вторых, посмотрите на экипировку бронежилеты, наколенники, шлемы, пистолет, нож. Ну, как говорится, среди веков, а ведь кто-то в современной войне. Да, новейшее вооружение, к тому же. Да, все это сделал. Спасибо. Наша иностранная. Пожалуйста. Спасибо за этот разговор, за то, что время находите для общения с нами. Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Музея авиации имени Антонова присоединялся к нашим эфирам. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.